Вот этот шаг был не очень-то нужен. Ведь фактически, что идея была? Три числа. 1, 26, минус 18. И здесь три числа. 1, 26, минус 18. Но из каких-то странных соображений нам было важно, что вот здесь написано x квадрат или там здесь написано x квадрат. Разгад состоит в том, что мы могли вписать сюда y квадрат. И давайте сейчас все эти вычисления я повторю для не квадратного уравнения, а квадратичной формы. Вот у меня есть x квадрат минус 187y квадрат. Квадратичная форма. Так? Давайте сделаем вот этот вот шаг вычисления. Что здесь фактически произошло? Я написал x плюс 13y. x квадрат минус 187y квадрат. Ну, это у нас первая форма, это понятно. Теперь, x плюс 13y в квадрате минус 187y в квадрате. Однородное выражение. Форма вторая степень. Это x квадрат плюс 26xy минус 18y квадрат. Вот, я объяснил первое выражение. Это объяснять не нужно, потому что это то же самое, при всей их представленной местами, а так ли это интересно. Вот. А следующий шаг состоял в какой-то остановке? Какой остановленент был после 13? По-моему, единица. Правильно? Ну, такое. Что? А вы забыли, откуда взялось вот это, так? Это взялось, когда мы прибавляли к перемене единицу. Я взял вот этот качель, но на этот раз прибавил сюда единицу. Почему? А потому что мы его переморачивали и заменяли x на 1x, и потом прибавляли единицу к x. Ну, это соответствует тому, что прибавить к y. Так вот, вы это равенство поверили? Это правда? Правда или правда? Правда. Хорошо. А теперь давайте поймем одну вещь. Вот мы сюда вместо x подставляли, и вместо y потом подставили x плюс y. Значит, если, что называется, вернуться, вот если посмотреть сюда, и потом мы подставляем вместо y, x плюс y, то становится понятно, что это x плюс 13y в квадрате минус 187 умножить на... На что? Еще раз. Знаете, какое выражение? Угу. Оно равно к этому. Да. А это выражение отличается от этого тем, что вместо y написано x плюс y. Да. Замечательно. Значит, если мы вот сюда, я должен сюда вместо y подставить x плюс y. это будет 14x плюс 13y в квадрате минус 187 умножить на x плюс y в квадрате. Читаем? Да. Так, смотрим до чего мы дошли. Мы уже дошли вот до этого выражения. Правильно? Кстати, сделали всего лишь беззамен. Теперь следующее. Мы вот в это выражение, там следующий элемент, ну, двойка. Правильно? В это выражение, вместо x пишем x плюс 2y. 9 умножить на x плюс 2y в квадрате минус 10 умножить на x плюс 2y умножить на y минус 18 умножить на y в квадрате. Что же это будет такое? Это выражение 926 минус 2. У нас было 926 минус 2. Хорошо. Между прочим, если вспомнить, откуда оно появилось, и, соответственно, заменить, ну, y оставить прежним, а сюда вместо x написать x плюс 2y, то мы с вами обнаруживаем, что вот эта квадратичная форма, это вот что такое. Вместо x подставляем x плюс 2y, а y осталось. Получается 14x плюс 41y в квадрате минус 187x плюс 3y в квадрате. Вот давайте проверим, это то же самое. 14x плюс 2y в квадрате минус 187x плюс 9. 41 в квадрате это 1681. Ну, здесь чуть хуже. 187 умножить на 9. 187 умножить на 9. Это 1683. Слушайте, а это здорово. 1681 минус 1683 совпало. Я не ошибся. А вы помните, что эти числа были 14 и 41? Давайте вспоминаем. Так что до разгадки осталось чуть-чуть. Это те самые числа, что здесь возникают. 1 и 3 у нас, на самом деле, тоже выявлены полгода. Понятно. Давайте еще шажок посмотрим. И мне кажется, что дальше уже можно будет... Мы делаем дело вот с такой квадратичной формой. Обратите внимание, коэффициент при х квадрат положительный, коэффициент при у квадрат отрицательный. Правильно? И мы с вами сейчас должны... Вот только что прибавляли к х двоих. Теперь мы должны, наоборот, к у прибавлять сколько-то х. Только вопрос, до какого места можно прибавлять к х двоих? Ответ очень простой. Мы прибавляем столько раз, чтобы коэффициент при х квадрат оставался бы положительным. По-моему, будет 9х квадрат. Правильно? Да. Потому что здесь исчезло. Вот. Дальше. Коэффициент при х квадрат какой будет? Коэффициент при х квадрат какой будет? Минус 26х квадрат. Минус 26х квадрат. И минус 2у квадрат. И теперь очень важная вещь. Я не буду потом больше поговорить, но... Смотрите. У нас есть такое равенство. Так? Да. Мы вместо у должны подставить в него 13х плюс у. А х доставить ниже. Так? Значит, я сейчас... Смотрите, что я должен посчитать. Вот это выражение. 14 умножить на х плюс 41 умножить на 13х плюс у. Это одно выражение. И х плюс 3 умножить на 13х плюс у. Это другое выражение. Так вот. Я утверждаю в этом очевидном впечатлении, что если я не приняюсь умножить 41 на 12. 547х плюс 41у в квадрате. Все. Я вот это посчитал. И теперь минус 187 умножить на вот это. Это легко считать. Это 40х плюс 3у. 40х плюс 3у в квадрате. Так вот мы нашли те самые числа. 547, 11, 41. Да. 547, 41, 41, 41, 41. В общем, господа. Мне, если честно, надоело. Потому что я думаю, что смысл я уже объяснил. Ровно так же. Ровно так же это во время чтения квадрата же. Единственное. Единственное. это все-таки не очень понятно, почему этот процесс закончится. И откуда мы получим решение уравнения пели. А вот почему. У нас процесс идет так, что на каждом шаге есть 3 коэффициента. Так? Старший коэффициент всегда положительный. Этот коэффициент всегда отрицательный. Но, казалось бы, есть много выражений, когда здесь коэффициент положительный, а здесь отрицательный. Но у всех этих квадратичных форм один и тот же определительный. Давайте опять четко определить. Если у нас есть форма АХ квадрат плюс давайте мы чуть-чуть на группы ИКСЫК, потому что они здесь всегда четные. То есть С и В квадрат. То определителем, ну или то же самое, дискриминант. Дискриминант это 4 умножить на В квадрат минус процент. Правильно? Вот это очень любимая эпизода школьного учебника Формула. Так вот, он один и тот же у всех. Почему? Да потому что, когда вы имеете дело с квадратным уравнением и сдвигаете на одну и ту же величину, это вот это расстояние между корнями не меняется. А дискриминант имеет самое прямое отношение к расстоянию между корнями. Давайте я эту мысль объясню, потому что, конечно, в школьной программе встречается, но мало ли у кого как. Есть формула для квадратного умножения. Минус В, что там у нас, плюс корень из В квадрат минус 4АЦ делить на 2А. Это так, как ее обычно напишут в школьном учебнике. Правда? Но у нас, правда, написано не В, а 2В. Уж не знаю, зачем я так написал. Но напишем здесь минус 2В, тогда здесь будет 4В квадрат. Замечательно. Так вот, второй корень это минус 2В минус корень из 4В квадрат минус 4АЦ разделить на 2А. Разность этих выражений это есть корень из 4В квадрат минус 4АЦ разделить на А. Так вот, смотрите, если вы сдвигаете эту параболу, то разность корней не меняется. Ну, и наши проценты тоже не меняются. А поэтому не меняется в школьном учебнике. Разность корней. Разность корней. И, кстати, минус 2, это корень из 4В квадрат минус 4АЦ разделить на А. Когда вы сдвигаете на некоторое целое расстояние, не важно какое, то разность не меняется. Если угодно, я могу без таких философских рассуждений это объяснить. Потому что у нас же в абсолютно явном виде были написаны формулы, которые мы использовали. Но, смотрите, мы использовали формулы такого типа. Или к у прибавляли сколько-то х, или к х прибавляли сколько-то х. Правда? Так вот, давайте, поскольку видно, что это симметрично, давайте я посмотрю на такую штуку. А умножить на х квадрат плюс 2Вх. А вот здесь к у прибавили сколько-то х. К х плюс у плюс с умножить на К х плюс у. Посмотрим, какие получаются коэффициенты, когда мы стопки расширили. Получаются коэффициенты? Я хочу доказать, чтобы такое выражение не изменилось. Новое В – это В плюс К С. Новое А – это вот это выражение. А С – оно так и осталось. Я вам скажу, что если вы его разведете в квадрат, то К в квадрате С в квадрате – это вот это. А 2ВКС – это вот это. Поэтому это действительно В квадрат минус АС. Значит, это выражение не меняется. А теперь смотрите. А – число положительное. В – неважно какое, а С – отрицательное. Так вот, когда вы умножаете положительное на отрицательное и берете с минусом, то вот это всегда положительное. И если вот это выражение постоянное, а вот это число положительное, то вариантом для числа В – конечное число. Правда? Вот это выражение одно и то же для всех наше. Это положительное. Значит, В квадрат меньше, чем… ну, не больше. Нет, меньше, потому что А – это не нулей. Вот. И таким образом здесь конечное число вариантов. Для каждого из этих вариантов у нас получается, что произведение А умножить на С известно. А натуральное число на два множителя разлагается тоже конечным числом способов. Значит, всего выражения, с которыми мы, в принципе, можем столкнуться – конечное число. Понятно? Понятно. Хорошо. Хорошо. И что? А то, что рано или поздно зацепляется. Когда мы делаем этот процесс, рано или поздно произойдет зацепление. И мы вернемся к многочлену, который уже был. А что это значит? Это значит, что мы в какой-то момент получим выражение… Выражение такое, где альфа, бета, гамма, дельта – это все какие-то неотрицательные числа. Причем не то, чтобы это была альфа, равна лица, бета, равна нулю, а что-то поинтереснее. Вернем, какая-то из формулы повторится. И с этого момента все и дальше повторится. Но обратите внимание, сейчас у меня проблема. У меня есть правила, которые переводят формулу следующую. И я сейчас объяснил, что обязательно зацепиться. На самом деле, было бы очень здорово объяснить, что зацепление произойдет почти, что называется, почти с самого начала. А для этого нужно доказать, что движение в обратную сторону тоже происходит единственным образом. Вот если у нас выяснится, что на самом деле форма не просто может быть пересчитана в следующую, но и предыдущая форма получается единственным образом, тогда у нас получится, что на самом деле это не цикл с хвостом, а это настоящий цикл. И в таком случае мы получим не для какого-то случайного места. А вот здесь можно будет написать в качестве а не единицу, а в качестве с минус 187. Давайте я пока не буду объяснять, почему это так, а просто посмотрим, что будет, если действительно так. Здесь у нас будет минус 187, здесь будет единица, вот этого вот не будет, здесь будет минус 187. Гамма в квадрате. И если альфа и гамма это были натуральные числа, то вы получите альфа в квадрате минус 187 гамма в квадрате. И если альфа и гамма это были натуральные числа, то вы получите нетривиальное решение уравнения беда. Так вот, давайте на этом я сейчас остановлюсь, потому что имеет смысл, что называется, потренироваться во всем этом. А потом я заново все это остановлю, уже спокойно, со всеми доказательствами, мы будем, что называется, нетренированы. И тогда вы поймете, что вообще никакой мистики в этом не было. А знаете, за счет чего мне удастся просто рассказать? За счет того, что я не буду говорить об этом числе К. Вот здесь мы говорили о взятии целой части. Не надо это делать. Надо лучше К раз выполнить операцию прибавления по единицам. Понятно? То есть не вычитать, не работать сразу с нейтральным числом Калки, а по единичным. И оказывается тогда, что вот эта операция, это в точности движение по дереву Калкина и Вилфе Штерна Драко. А потом я умолчаю чуть-чуть.